начнем мы как бы что что нам господь хотел сказать сегодня начнем с понимания не нам к скажем так что я понял сегодня да вот и что хочу как бы тоже донести для вас да вот значит начнем с того что начнем с иакова хотя здесь говорится об иосифе по большому счету но мы начнем с иакова потому что он здесь тоже одно из главных действующих лиц иаков жил в земле странствования отца своего земле ханаанской иаков мы здесь встречаемся с иаковом на уже скажем так на самом пике своей духовной зрелости позади у него события с исавом бегство из дома такой поспешный уход и нашли жизнь у лавана и значит там несправедливое отношение и потом бегство от лавана и возвращать значит и вот эти события значит и встреча на реке и авок с ангелом и встреча с исавом и соответственно потом события в сихеме с данной с вот этим вот резневой сихеме его сыновьями вот и гибель его насчет любимой жены все это у него уже позади вот и вот мы встречаемся с иаком в этот период его жизни иаков пережил это да значит и яков он сохранил верность богу вот он живет и он ожидает того что бог говорил его отцу то что говорил его деду аврааму значит и и он ожидает как бы исполнение того что бог говорил о земле да он народе и так далее вот и здесь вот есть такие слова израиль любил иосифа больше всех сыновей своих потому что он был сын старости его и почему он любил его ведь еще был вениамин еще более младший сын наверное можно было как бы и к нему как бы таким же образом относиться но иосиф он не скрывал своего отношения ими иаков не скрывал своего отношения именно к иосифу вот я верю и понимаю что это было потому что иосиф он был именно продолжением его самого вот я верю и мы видим это в дальнейшей судьбе иосифа красоту его характера до верность его богу верность его людям вот и иаков он наблюдая за своими сыновьями которые в общем то в основном его не радовали вот он прилеплялся как бы сердцем к этому молодому человеку потому что он видел в нем он видел не то лучшее очевидно к чему он стремился сам и то что он хотел бы видеть в своих сыновьях иосиф он был утешением его действительно вот то что было воспринято и иаковом в течение всей жизни он увидел это в иосифом ну конечно как и молодые как все молодые люди иосиф он в общем то имел скажем так те недостатки которые свойственны молодости мы же помним все молодости да как мы так так давайте сюда сейчас скажу там все упадете вот тут вот я вот я видел там там мальчики там дал девочки там показал там и так далее то есть ну короче хвалятся как бы своими юношескими такими этими возвеличивают себя показывают свою величину да которой не хватает признания вот и иосиф он как бы тоже страдал этим иосиф 17 лет паскот вместе с братьями своими будучи отроком сыновьями валы и сыновьями зелфы жен отца своего и доводил иосиф худые о них слухи до отца их вот значит ну что такое доводить худые слухи это не просто быть скажем так вот в какой-то степени ябедником да вот доводить худые слухи это значит говорить отец ну смотри вот я же хороший правильно а вот они смотри они мне очень хорошие они вот то то делают они все то делают и так далее то есть фактически иосиф он что делал он судил своих братьев то есть а тот кто судит мы знаем он как бы этим он берет на себя роль судьи а мы знаем кто есть судья да вот ну и дальнейшее как бы эти события с его с нами только о том как он рассказывал ведь вот как он рассказывал вы помните да и и и вот я стою вот и там и поклонится мне да то есть там центральное центральное лицо в при рассказе этих слов это был в общем-то был иосиф вот значит поэтому конечно же это было в определенной степени проявлениями его гордости да вот и братья его конечно не соответствующим образом реагировали но я должен сказать я как бы сам тоже недавно задумался над этим это просто такая ремарочка маленькая я как-то считал что братья к этому времени ну вот особенно старшие да значит они были рам рувим там я насчет рувим и кто у нас иуда да значит и другие что они были они были гораздо старше его вот ну вот недавно я услышал от мессианских учителей которые любят считать до года они посчитали года и оказалось что в общем то не такие они уже были далеки там по возрасту то есть если было 17 лет иосифу вот то старшему сыну где-то было 24 года то есть они все мальчики они родились примерно в 7 лет ну за 7 родились за 7 лет и в общем то понятно откуда вот эта такая реакция да такая резкая ну юношеская реакция по большому счету то есть там вот это ненависть вот это желание там так да мы тебя там искром саем там и так далее это вот это бескромпоместность это свойство по большому счету юность юность юношей вот и они были они в общем то были такими юношами и при том не самыми как мы видим лучшими по своему характеру да вот мы знаем значит что бог он что он гордым противится вот а смиренным он дает благодать это относилось и к иосифу это относилось и к его братьям значит и так иосиф получил прекрасные сны скажите о своем о своем будущем да скажите какому господь говорил через пророчества через сны видения через внутренние откровения ну что-то вот хорошее в свою жизнь на такое ты будешь там служителем ты будешь вот поднимите руки давайте вот мы посмотрим ну так не всем но достаточно достаточно многим я смотрю господь говорил вот то есть нам полезно будет ну а кому еще не говорил так прямо да я уверен что господь еще скажет если вы конечно будете ревновать об этом но же бог делает то о чем мы ревнуем понимаете и так значит зачем эти перспективные сны были даны такому молодому и в общем то как мы видим не совсем зрелому молодому человеку дело в том что бог он видел будущее он знал что он будет использовать иосифа в его своих планах в спасении его народа и даже фактически ведь иосиф исполнение спас не не только еврейский народ он по большому счету он спас ведь и египетский народ да то есть он спас два народа тех благодаря тому что он там все сохранил этот урожай вот ну и соответственно свою свою семью из которой потом произошел из 12 колен еврейского народа вот и надо было чтобы к этому времени чтобы к этому времени этот молодой человек который ну мы понимаем каком он был то есть хороший молодой человек друзья еще раз говорю иосиф это прекрасно молодой человек но со своими как каждый из нас со своими такими вот делами в характере да и надо было очень надо было чтобы к этому времени 30 годам чтобы через 13 лет значит иосиф он соответствовал божьим стандартам чтобы он соответствовал божьим намерением это что происходило с иосифом в последующие годы по большому счету значит это это было ковка вот его как личности да не не бог его ввел в это друзья давайте мы будем понимать не бог его ввел не бог его заставлял ябеничать не бог его заставлял хвалиться да и так далее это он сам это его сердце потому что из сердца все исходит значит оно привело к тому что это было и это привело его но бог использовал вот каждый момент его жизни чтобы тридцати годам вот когда значит иосиф предстанет пред фараона вы помните что он сказал тогда это горит не я бог он же не говорил я мне вокруг меня да вот говори не не друзья нет это бог ну имеется ввиду про сны когда это 41 главе это мы будем изучать на следующий следующем нашей главе и так давайте мы коротко коротко сделаем для себя такие выводы из они многим известны а кому то неизвестно значит он значит узнает да вот ну еще напомним есть вещи которые нам полезно вспоминать вот и полезно смотреться в судьбу иосифа да для того чтобы понять а как это относится к мне а нет ли этого у меня может быть мне тоже над этим стоит задуматься тем более я прохожу что-то похоже что иосиф или нахожусь в яме да значит или там значит со мной поступает несправедливо или еще что-то каждый из нас он проходит вот эти вот искать ну какие-то проблемы в своей жизни о которых вот мы говорили да вот которых вот саша много говорил вот и если я верю что есть что-то полезное для каждого из нас во первых мы видим что у бога есть было призвание для иосифа вот и он готовился к этому призван я верю и я всегда говорил об этом я верю я очень хотел бы знать чтобы каждый из нас вот я вы все до чтобы каждый из нас вошел это призвание потому что это намерение божье написано что они благие угодные совершенные да это воля его значит написано что что у бога есть планы которые они для нас во благо а не во зло чтобы мы имели будущность и надежду память у него все и самое лучшее и мы будем как во всей полноте своей жизни если мы войдем в эти намерения если мы действительно исполним его волю вот и мы должны может мы же помнишь мы не транзитчики мы должны что-то сделать вы помните да что наша задача не просто быстренько пройти по жизни и уйти в небеса небесный рада мы что-то должны сделать потому что послание кефицианам бог говорит о том что мы созданы для добрых дел то есть есть нечто что мы должны сделать хотя это полезно да но это нечто что есть у нас заложено вот в нашей конституции нашей нашей души да вот для нас вот то есть у бога есть планы вот и если мы получаем вот все все кто из вас да значит если мы что-то получаем в нашу жизнь какое-то хорошее послание в нашу жизнь вот значит то нам не стоит наверно как иосифу там сразу об этом рассказывать и так дело а стоит вот как иаков поступил в этом случае там написано а я кого что сделал он сохранил в сердце своем он запомнил это он он принял это да и он запомнил что из этого будет он он стал он стал наблюдать за жизнью иосифа вот и еще один момент друзья если у нас есть я в это понимая что так оно так оно и есть на самом деле что если бог нам говорит нашу жизнь о чем-то хорошем нашем жизни о том что ну скажем ты будешь большим служителем ты будешь бизнесменом значит ты будешь там великим в чем-то таком я уверен что у бога действительно планы есть для каждого из нас чтобы мы состоялись чтобы мы были каждый на своем месте даже ведь мы даже будучи небольшим человеком там по каким-то должностям по каким-то позициям статусом в социальной жизни да мы реально мы будем мы можем быть большими значит в божьем царстве мы можем быть значимыми людьми и мы можем вот это вот ну это реально это хорошая вещь когда мы хотим удовлетворить быть значимыми людьми понимаете это нормально вот просто нельзя превозноситься в этой значимости это другой вопрос но мы хотим быть значимыми вот и мы должны понимать что если бог говорит в нашу жизнь о том что мы будем значимыми он будет с нами работать вы понимаете чем я говорю да друзья он будет с нами работать будет работать как с иосифом он сказал нам то есть бог проговорил нам через пророков, он проговорил через сны, может быть, видения о нашей жизни, для того, чтобы поднять нас, для того, чтобы ободрить нас и для того, чтобы мы разобрались, как Иосиф, чтобы мы разобрались в чем проблема, почему не приходит то, о чем он говорил. Я знаю, что многие, те, кому было сказано, многие проходят, годами идут к тому, что Бог сказал и еще этого нету. Друзья, но это будет. Это будет, если мы будем выносить из каждой ситуации в нашей жизни, из каждой этой жизненной ямы, из каждой проблемы, если мы будем выносить то, что выносил Иосиф. Общение с Богом, доверие к Богу. И мы видим, что уже к 30 годам, когда Иосифа привели к фарона, это уже был зрелый, очень зрелый и духовный, и душевный, и физически зрелый человек. И хотел еще о Биакове сказать, ну, наверное, не буду говорить. Знаете, что я, что еще хочу сказать сегодня? Сегодня зажигаются ханукальные свечи. Вот я здесь кое-что оставлю. Есть что сказать, и вы вместили бы, но давайте немножко мы быстрее сделаем. ханука, это праздник освящения, это праздник очищения, это праздник святости. Вот такой. И давайте мы представим, что ведь тогда, то есть в исторической хануке, был очищен храм, и все, что в храме для служения, для служения храма. Давайте не забывать, что мы тоже храм Божий. Аминь. То есть каждый из нас представляет храм Божий, и каждый из нас одновременно является и сосудом в этом храме. Аминь. И знаете, и Бог, Он ревнует о нас. Бог, Он наш отец. Знаете, и если мы отдаем себя в Его руки, то Он, как отец, Он работает с нами. Вот есть о том, что Господь, ну, помним из евреев, да, Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И так далее. Мы как-то думаем в этом плане, что это такое наказание, знаете, вот наказание, ну, как кара. Но на самом деле, на самом деле, вот то, что здесь говорится о том, что это воспитание. Друзья, не кара за что-то. Вот ты сделал, тебе бах, и наказали. Не, не, нет. Это наказание, это исправление. Ну, как мы с детьми. Ведь мы их наказываем не для того, чтобы наказать, не ради самого наказания, как кары. Понимаете? Нет. Бог с нами работает. Друзья, и если кто-то находится сейчас в какой-то ситуации жизненно трудной, вот, о которой мы сегодня говорили, да, вот, давайте мы поймем, что Бог с нами работает как заботливый отец. Он нам что-то показывает, что-то говорит. И если мы будем, вот воспримем, вот эти слова, что если мы повернемся к Богу, если мы приблизимся к Нему, то Он приблизится к нам. Вот. И тогда мы можем усовершиться, тогда мы можем войти в полный возраст Христов, да, тогда, значит, мы можем исполнить Его волю и иметь участие, как написано тоже в послании к евреям, в Его святости. Друзья, и пусть вот эта сегодняшняя, первая свеча, которая будет зажжена сегодня, пусть она напомнит нам именно об этом, о необходимости очищения, о необходимости освящения, и том, что наш Небесный Отец, Он любит нас, вот, Он не наказывает нас просто так, Он заботится от нас, вот, и если мы ответим, как бы, правильным по отношениям к Его заботе, вот, то мы будем иметь участие в Его святости. Поэтому, дорогая община, Хексамех, с праздником! Да будете вы благословенны! Субтитры создавал DimaTorzok